С релиза до сегодняшнего дня в Windows 11 сложилось не очень однозначное мнение. Одни называют её лучшей системой, другие худшей, а третье вообще недооценённой. Ну ладно. В этом ролике я хочу всё-таки расставить все точки над И и выложить свои мысли о том, какой является данная ОС. Хороший или всё-таки плохой? Для начала скажу, что я сам пользовался 11 винтой больше года. Поэтому никакого предвзятого мнения или недопонимания о ней у меня не будет. Вообще в данный момент времени говорить о Windows 11 в таком глобальном ключе как лучшая или худшая винта недопустимо, ведь ей всего 3 года. Мне кажется, что система должна просуществовать намного дольше, хотя бы половину своей поддержки, чтобы делать о ней такие выводы. Так вот, Windows 11 вышла в 2021 году и привнесла довольно сильные изменения в плане интерфейса и безопасности в сравнении с той же 10 винтой. Но взамен получила довольно высокие требования. После внешнего вида Windows 10 новый переработанный интерфейс был как глоток свежего воздуха. Добавили фичи по типу выбора, расположение нескольких окон на рабочем столе, вкладки в проводнике и блокноте, а также изменили панель задач и меню пуск, где теперь отображаются последние запущенные файлы. Но в некоторых местах интерфейс был не совсем удобный, пример тому двойное контекстное меню. Начиная с 11-ки, Microsoft начала добавлять функции, которые так или иначе связаны с искусственным интеллектом. Одним из таких стал новый помощник Copilot. Он создан для упрощения выполнения целого ряда задач. Редактирование и создание фотографий, видео, документов и презентаций. Поиск файлов и информации в интернете. А также его можно использовать как чат-бот и ставить ему различные вопросы, на которые он будет давать ответ. В общем, это можно сказать целый чат GPT, встроенный в систему. Забавно, что Windows 11 по внутрянке, то есть ядре и компонентам, было той же десяткой. Всё вышеперечисленное можно отнести к плюсам этой системы. Ну а теперь перейдём к минусам. На удивление он только один. Требования. И тут сразу надо понять, что введены они с целью отсеять пользователей со старыми ПК. Хоть нам это и преподносят как увеличение безопасности системы. Но в принципе, любой комп с процессором и материнкой, который выпустили после 2017-2018 года, по требованиям подходят. Так что они и не такие строгие, как кажутся. Конечно, их можно обойти, но в таком случае стабильность системы вам никто не гарантирует. И всё же, если у вас старый ПК, лучше и дальше сидеть на десятке. Да, её поддержка заканчивается в 2025 году, но как показывает практика, жить она будет ещё 3-4 года после этого. Также к минусам можно и отнести то, что Microsoft закрыла обещанную поддержку Android приложений непосредственно в самой Windows 11. Но это работало так непонятно и через костыли, что решение просто это всё свернуть, кажется не таким уж и плохим. Ну что ж, подведём итоги. Windows 11 это в целом хорошая ОС. Да, политика Microsoft в отношении к старым системам это плохо. Не у всех есть возможность сидеть на одиннадцатке. Но плохой это её точно не делает. Эта винда довольно перспективная, ведь с каждым обновлением в ней добавляют всё больше и больше новых фишек и функций. Из собственного опыта скажу, что ощущается она отлично, да и проблем у меня с ней не возникало. Использовал её на компьютере с процессором Intel Core i3-8100, который появился на 4 года раньше самой Windows 11. И простенькой материнской платой на H310 чипсете, без обхода требований. Соглашаться вам с моим мнением или нет, дело ваше. Для критики комментарии всегда открыты. Если вам нравится такой контент, ставьте лайки и подписывайтесь. До новых встреч! До новых встреч!